Хей-хей-хей, всем привет! Это Zombie Vegas и это игра Judgment Apocalypse Survival Simulation. Как вы помните, кто помнит, возможно, я надеюсь, 4 месяца назад я записывал обзор на эту игру и записывал полное прохождение. Мы ее прошли за достаточно короткий срок, потому что она была очень маленькая, она еще была в альфа-доступе, а на тот момент не было даже толком какой-то полноценной кампании, там было буквально пару миссий и все проходило достаточно быстро. Мы ее прошли, игра оставила хорошее впечатление, но были минусы, которые как бы немножко затемняли то удовольствие от игры, которое у нас было. Поэтому хотелось бы посмотреть, что получилось сейчас. В принципе, главным минусом для многих игроков было то, что в игре не было русского языка. В данный момент, как видите, русский язык появился. Как пишут разработчики, они взяли пользовательский перевод, который создали несколько ребят, там на самом деле, если не ошибаюсь, даже написано. Да вот, Ивашки и Гаргунтуа, два парня, которые постарались ради этого и реально большой им респект. Поэтому теперь в игре есть русский язык, пусть он не идеальный, нет перевода именно вот самих текстов звуковых, но у нас есть субтитры, поэтому мы можем все читать, переводить и знать, как все переводится. Поэтому это отлично. Поэтому давайте разбираться, что в игре есть. Я запишу такой более-менее короткий обзор и после этого, я думаю, снова буду проходить игру. Поэтому, кому будет интересно, я буду рад, если вы присоединитесь. Итак, игра начинается у нас с того, что мы выбираем сложность. На самом деле, должен сказать, что сложность здесь переведена неправильно. В плане того, что если сложность песочница, в принципе, отсоответствует тому, что на английском и это casual, то есть реально легко, то дальше немножко нелогично, потому что на самом деле обычная сложность, это уже высокая, и она на английском называется challenging, то есть уже, которая бросает существенный вызов игроку. Даже здесь по описанию видно, что не рекомендуется для тех, кто не любит сложные игры. То есть, ну, на самом деле, даже на этой сложности уже очень тяжело. Я пробовал запустить на высокую сложность, и, честно говоря, я сказал бы, что это уже какая-то экстра высокая сложность, потому что персонажи умирают от голода просто секунды, и, ну, честно говоря, я, из-за того, что некоторое время не играл, я сказал бы, что это несколько некомфортно так играть, поэтому я считаю, что будем играть на обычной сложности, показывать, разбираться. Как вы помните, здесь есть зерно карты, мир генерируется рандомно. Но если нам какой-то мир очень понравился, можем сохранить это зерно и создать такую же карту, то есть переиграть, грубо говоря, точно такой же сценарий с самого начала, и таким образом мы будем как бы в шоколаде. Также нам можно показать обучение, давайте отключим, чтобы по ходу игры нам какие-то подсказочки были. Режим песочницы позволяет отключить режим кампании, и тогда мы будем просто бесконечно выживать. Ну, в игре, на самом деле, сюжет все-таки важен, чтобы были какие-то цели. Без целей игры многие теряют смысл очень быстро, а так у нас будет мотивация и интерес к игре. Показать видение давайте тоже посмотрим, там небольшие ролики, там буквально небольшие, я вам покажу, и все такое. При начале игры мы выбираем трех персонажей. У каждого из них есть какие-то роли. Вот он, защитник, инженер, священник, например. Мы можем этих персонажей переименовывать, можем менять персонажей на тех, которых нам нравится, и подбирать таким образом нашу оптимальную команду. Давайте я начну с того, что сейчас я подберу, промотаю одну секундочку, и расскажу вам, кого я взял. Итак, из кого же состоит наша команда мечты? Ну, конечно, команда мечты, а творно, Кать, потому что, на самом деле, велики шансы, что часть персонажей из этих умрут. Но, давайте смотреть. Первый, зомби Вегас, боец. У него есть три перочки. Первая позволяет ему быть более-менее хорошим бойцом, потому что у него повышенная точность, здоровье, уклонение и выносливость. Кроме того, он уменьшает заметность базы, то есть враги будут реже нападать, и еще может надевать снайперские винтовки. Вещь хорошая, потому что в игре есть очень хорошая винтовка, с которой я закончил прошлую игру, и на самом деле очень хорошо. Дальше умный, то есть он быстрее разные крафтовые штуки делает, здоровье повышено. Второй персонаж у нас больше с упором на производство, то есть у нас всегда должен быть персонаж, который умеет быстро крафтить, потому что крафтить нужно много всего, и если по началу игры крафтить нужно понемножку, то в конце игры нужно постоянно доделывать какую-то еду, доделывать патроны, доделывать разные гранаты, то есть очень много всего, и важно, чтобы кто-то это умел делать быстро. Также видите, скорость работы увеличена, опять же бонус на здоровье. И последний персонаж сделан у меня чисто для исследований. Исследования позволяют нам исследовать новые технологии намного быстрее. То есть если у нас есть такой вот бонус, то мы существенно упрощаем себе игру, потому что мы сможем быстрее достичь тех технологий, которые позволят нам развиваться и качаться дальше. И веган, на самом деле такая себе штука, но он сможет быстрее ухаживать за фирмой. Это важно, потому что еда играет ключевую роль, если персонажи не едят и не спят, то они умирают очень быстро и страдают очень быстро, поэтому не лучшая идея оставлять их без еды. Поэтому запускаем, смотрим. Вы были в очередном ежемесячном походе в лесу. Вам нравились походы, ведь это побег от бежневной ретины, море пива и хорошие шутки. Незапно, если сновид мы выскачили два охотника кричавом, спрячьтесь, а за день их раздавались громкие рычащие звуки. Из-за дерева появилось нечто. Тварь, подобную которой вы раньше не видели, что-то со стороны страшных сказок. Она сцепилась с охотниками и началась охота. Вот маленькая предитория начинается игра, и вот у нас появляется первый текст. Ваша маленькая группа укрылась в лесах. Двое охотников в последний раз проверили оружие. Джереми и Чендлер никогда раньше не сталкивались с подобными существами, но они все еще остаются ветеранами с многолетним опытом тренировок. Инстинкты подскажут, что делать. Так, ну, инстинкты мне уже подскажут, потому что я уже игру один раз прошел, и я понимаю, что к чему. У нас есть персонажи, у нас есть карта. На карте есть укрытие, например, вот здесь есть машина, есть бочка, есть деревья. Этим всем можно пользоваться. Это бонус для дальнебойного оружия. То есть, грубо говоря, мы уберем нашего снайпера, ставим за машиной, и он получает бонусы. По нему тяжелее пасть, он лучше стреляет, в принципе, его жизнь становится намного лучше. Нашего танка пока что можно немножечко отвести, и таким образом его защитить. Мы можем играть в режиме обычного времени, а можем ускорять. Если в процессе боя мы можем ускорять максимум в Х2, то есть немножко быстрее, то в процессе строительства города и на карте мы можем ускорять до Х8. Х8 это очень высокая скорость, как вы понимаете, и на самом деле на ней нужно уже как бы грамотно все распределять. Если вы дадите неправильные цели персонажам, то с скоростью Х8 вы будете постоянно встречать много опасностей. Поэтому нужно постепенно, постепенно, по ходу дела того, как вы развиваетесь, увеличивать скорость, таким образом, грубо говоря, немножко усложнять себе жизнь, в обмен на то, что экономить время. Давайте победим врагов. Бои, на самом деле, поначалу предельно легкие, по ходу игры становятся тяжелее, потому что там дальше появляются больше демонов разных вот таких вот, тем более сильных, и, соответственно, персонажей намного больше шансов умереть, и это становится куда более опасно. Так, охотники слышат, как все больше существ рвают сквозь лес. Испугавшись из-за дыхания, они готовятся отражать еще одну вну атакующих. Так, враги могут атаковать, видите, сдалека, написанную в тексте. И, как бы, если атакуете вы из-за машины, то у вас увеличивается точность. Так, хорошо, давайте этим воспользуемся. В принципе, не видите, они сместились в другую сторону, поэтому нам лучше стать так, чтобы нас не могли бить напрямую. В этом режиме, как видите, у нас персонаж префиртный, в начале игры. Поэтому мы можем даже особо так не стараться, потому что враги, в любом случае, проиграют в биту. Жереми, вооруженный клинком, отлично подходит для бойца передней линии. В то время как Ченлер, вооруженная винтовка, лучше атакует издалека. Но это да, это мы понимаем. Нам дают еще одну битву провести, после чего мы увидим небольшую заставочку. Тесукубы, на самом деле, такие. Это базовые персонажи из более сильного дивизиона противника, скажем так. Видишь, нитцы уже, на самом деле, не слабые. Но, видите, у нас персонажи достаточно сильно вооружены. Уже и катаны, и гранаты, и хорошее оружие. Снайпер, на самом деле, достаточно неплохая. То есть, это уже такой... Грязный этап. Странные существа мертвы. Что это? Откуда они взялись? Выглядели словом демоны из очередного заурядного фильма ужасов. Но это не конец. Вы слышите еще больше рыков в атьме леса. Расшая группа грозных созданий уползает на поляну. Они окружают охотников, а охотники кричат вам бежать. Не стоит больше терять времени. Вы делаете то, что они просят. Вы забираетесь на холм, с которого открывается видно ближайший город. Без горизонта в огне. Ветер заносит до вас панические крики и грозный вой. Эти существа повсюду. Возврат в город явно не лучший выбор. Вы решаете двигаться прочь от города вглубь леса. Вы находите большую поляну. Пока что пора остановиться на время и понять, что произошло. Игра начинается с того, что наших дорогих персонажей закидывают на карту, на которой нет абсолютно ничего, в чем можно жить, в чем можно крафтить, в чем можно что-либо делать. Поэтому все это строить нужно вручную. И у каждого персонажа есть свои приоритеты, свои цели. В частности, в частности, я вам покажу вот что. Есть такая штука как приоритеты. Здесь у каждого персонажа есть те способности, которыми он владеет лучше, чем другие. Грубо говоря, как вы видите, у нас есть Джонни, у которого есть бонусы хорошие к исследованиям разным и к фермерству. У нас есть Вегас, который в принципе более-менее все делает, но не без особых бонусов. И есть Келли, которая в принципе делает все более-менее хорошо. То есть у нас есть хороший потенциальный герой, который будет в первую очередь заниматься исследованиями. Ставим на первый план. И также фермерство, а оккультная наука уже в третьестепенную, потому что это не так важно. Также у нас есть персонаж, которого, видите, очень хорошее производство. 75% это высокие показатели, это очень хорошо. И также у нас есть еще один персонаж, который в принципе ничего такого удающегося делать не может, но давайте, чтобы он не простаивал, он будет в первую очередь рубать деревья. Рубка деревьев в принципе там и так можно справляться. И потому что деревья нужны не так часто, не так много. Постепенно по ходу игры у нас персонажей будет становиться все больше. Их может быть 15-20. Соответственно, нужно будет правильно расстанавливать приоритеты, чтобы максимально эффективно колония выживала. У нас некоторые строения можно строить где угодно на этого касса, некоторые в определенных местах. Первые базовые можно строить где угодно, поэтому мы в принципе располагаем нашу базу. Я в прошлый раз играл так, что использовал разные укрытия, чтобы оброняться от врагов максимально эффективно. Собственно, мы это будем делать и сегодня. Для начала, можно строиться где угодно, желательно ближе к центру карты, потому что враги нападают с разных сторон. И если они нападают сдалека, грубо говоря, до центра карты им нужно добежать, то у нас есть время на то, чтобы немножко подготовиться к бою. Потому что часто нам пишут, что вот, скоро будет враг, и буквально через, не знаю, 5 секунд игрового времени, если вы на скоронке играете, то уже нападают враг. Поэтому куда проще играть, если вы подготовлены, если у вас персонажи стоят где-то, где-то, в центре. Давайте первое, первое, что мы сделаем, это построим дом. Кроме того, давайте зададим задачу, так, задание, это общее задание, как, прощение, рубка деревьев, и вот здесь вот раз чистим место, то есть мы даем задачу, чтобы кто-то, кто-то вырубил все эти деревья, и отправимся до Джонни, вот, ой, не Джонни, в смысле, Зади Гасса. И вот мы запустили процесс, то есть наши персонажи начинают потихонечку делать то, что я их попросил. Все свободные персонажи занимаются крафтом, тот, кто лучше всех строит данной ситуации, занимается строительством. Поначалу лучше ставить часто паузу, потому что не нужно терять лишнее время, а лучше, чтобы пользовалось время эффективно. Потому что поначалу желательно начать, дать колонии такой хороший старт, после чего уже можно уже, в принципе, ускоряться там и использовать игру на полном. Видите, у нас Джонни, он умеет хорошо исследовать, поэтому только он увидел, что стол построен для исследований, он сразу же идет это делать. Соответственно, он собирает нам научные очки, которые мы впоследствии используем в исследованиях. Вот у нас группа исследований. Есть основные характеристики, ну, например, вот фермерство, животноводство, то есть это открывает нам доступ к разным вещам, которые крайне важны. Например, расширение группы, например, что еще такого, возможность строить сады, фермы, пшеничное поле, плиту, то есть это такие вещи, которые базовые, которые очень важны. Есть более второстепенные, например, вот бонусы для сбора ресурсов. Например, у нас увеличивается, например, вот здесь шанс добычи ресурсов, когда мы их ищем, или там какие-то крафты, или вот, например, строение карьер. Есть оружие, оружие вещь крутая, понятное дело, здесь без боя никак, постоянно нападают демоны, нападают другие поселения, поэтому нужно оружие, чтобы было хорошее, поэтому постепенно тоже важно прокачивать. Все первые три колоночки они качаются за счет именно научных очков. Также есть такие вещи, как оккультизм и ритуалы. Они качаются за счет оккультных очков. Оккультные очки получаются из другого строения, не из вот этого, там есть специальные, которые строятся. И получается, что там несколько другая специфика, если исследуем все эти вещи для того, чтобы реально базово просто выживать, то оккультизм, это уже, скажем так, это уже для более серьезных этапов игры. Ритуалы позволяют нам разные призывы делать, призывать можно врагов, которых убивать, можно призывать дождь, можно призывать, чтобы деревья выросли быстрее, в общем, на самом деле очень много всего можно сделать. Дело в том, что в альфа-версии игра развивалась так быстро, что в принципе я даже сильно стараюсь прокачивать ритуалы, я, если не ошибаюсь, прошел где-то только до середины и на этом этапе уже закончил игру. Здесь они, в принципе, расширили, то есть я думаю, что мы успеем как бы все попробовать, все посмотреть. Кроме того, я должен сказать, что на этапе альфа-версии здесь заканчивая прокачка на тяжелых винтовках, это была лучшая снайперская винтовка. Сейчас же добавили, видите, крутую винтовочку мутар-21, ледяную гранату, лучевую пушку, управляемая снайперка, тоже какая-то интересная вещь. То есть на самом деле много чего интересного, я сейчас... И давайте немножко покажу, вот как это собственно происходит процесс на базе, потом покажу, как происходит бой, и после этого, я думаю, мы закончим на первый выпуск, а дальше, в следующем выпуске уже будем непосредственно геймплеем заниматься, потому что игра в принципе достаточно монотонна, можно сказать, потому что ну, на строительство и развитие базы уходит много времени и этот процесс увлекательный будет не для каждого, то есть это игра наценителя такого процесса, если кто знает, есть игра RimWorld, в которой в принципе игровой процесс построен похожим образом, я в принципе в ней когда-то играл, но честно говоря, уже давненько, и собственно это особый жанр для любителей, так, запускаем процесс, ведь у нас Келли строит, Вега срубает и Джонни что-то изучает, кстати, по настройкам покажу вам, настроек мало, разрешение игры, экран, сглаживание и в принципе все такого, больше ничего важного нету, но этого хватает, этого хватает, картинка, как вы видите, достаточно приятная, я конечно не скажу, что я большой ценитель красивых картинок, но мне нравится, по крайней мере скажем так, так вот, первая технология, которая у нас есть, это фермерство, позволяет строить обычную ферму, овощи нам нужны для производства салата, салат нам нужен, чтобы выживать, поэтому первая очередная, цель, это заняться производством этих самых ферм, минимум одной, а желательно даже нескольких, для этого, что мы делаем, выберем, изучаем технологию, таким образом, теперь можем ее построить, так ребят, каждая битва начинается с такой вот фразы, нас нападают, и враги появляются с определенной стороны, бывает со всех, бывает с одной, и это уже по ситуации, поэтому желательно, чтобы вы могли быть, как бы, ближе к центру карты, потому что, это позволяет немножко перестроиться, зачастую появляется уведомление про это, в принципе, подготовиться можно при любых обстоятельствах, но лучше, лучше, чтобы у вас был заплат времени, тогда вам особо ничего не угрожает, важно отметить, что сила нападения противника существенно увеличивается по ходу игры, поэтому вам может показаться, что поначалу все очень легко, но очень скоро все станет сложно и еще более интересно, там бой мы можем проводить пассивно, в плане того, что сидеть, например, на базе и ждать, пока они придут нам, либо нападать, это все по ситуации, поначалу игры можно и бегать, дальше становится более актуальным стоять на базе за укрытиями, потому что вреди становятся очень сильными, на нашем игровом экране также есть такая функция карта мира, вот как вы видите, мы можем выбирать здесь задание и ходить туда выполнять их, эти задания позволяют нам добыть новые ресурсы, выполнить какие-то квестовые фишечки, либо, так же как вариант, мы можем ходить и спасать людей, которые, собственно, потом и присоединяются к нашему поселению, именно таким образом мы расширяемся, таким образом мы увеличиваем количество наших людей на базе, и, собственно, таким образом мы и добиваемся успеха, потому что, если мы останемся с тремя персонажами, то, честно говоря, игровой процесс станет очень тяжелым, потому что, если поначалу у нас нападают какие-то маленькие импы, то уже через некоторое время нас нападают серьезные враги в виде жнецов, суккубов и так далее, и, на самом деле, справиться с ними без хорошего обмунирования, хороших персонажей, и грамотной постройки партификации очень даже тяжело. Вот сейчас, вы видите, мы выбрали одну из миссий, собственно, мы нападаем, на самом деле, вот эти миссии, они выглядят, да, они выглядят не очень как бы интересно, поначалу особенно, потому что поначалу врагов мало, особенно и сложности нету, оружия нету, и, как бы, особо не разойдешься. Ну, в принципе, вот видите, мы в этом режиме бегаем по карте, у нас бывают разные задачи, бывает нам нужно просто всех убить, бывает нужно кого-то спасти, если это мы спасаем какого-то персонажа, бывает нужно, ну, мы можем, так же, кстати, зайти еще на эту карту и просто забрать ресурсы и убежать, то есть такой вариант тоже присутствует. Сейчас вот на экране можно увидеть, как, собственно, происходит спасение персонажа, то есть у нас один персонаж должен открывать клетку, все остальные его защищают. Если поначалу это легко, то постепенно становится тяжелее, оперативно. Кроме того, есть шанс, что если кого-то из наших персонажей бьют в бою от этого, мы просто его теряем навсегда. То есть нужно всегда очень быть грамотным, кратным, потому что любой персонаж, которым мог заниматься кучей вещей, он может умереть резко и внезапно. Вот видите, у нас постепенно остановятся все больше персонажей, у которых есть специализации, ими можно пользоваться. Также у нас есть, вот видите, дерево стылов, мы можем их прокачивать, то есть, например, кто-то может быть исследователем на 200%, что очень круто. И у каждого хотя бы персонажей, у которых есть специализация на базовых вещах, таких как исследование, производство, строительство, потому что это существенно ускоряет процесс, и эти персонажи становятся крайне важны. Вот если вы видели мое прошлое прохождение, у меня была там Грейс, которая умела там строить и, если не ошибаюсь, производить вещи. Она мне продержала всю игру с самого начала, это очень важный персонаж. Также здесь, вот видите, можно циклировать производство, то есть, чтобы мы не занимались каждый раз ручным заказом той же еды, мы делаем так, что, например, если она доходит до какого-то минимума, она начинает производиться снова. То есть, как бы, такой процесс, он постоянный, он происходит и он бесконечно продолжается. Также, вот видите, у нас постепенно открываются новые технологии, у нас все больше персонажей, у нас появляются новые фермы, новые здания, вот, например, еще приходят, разные события происходят рандомные. Например, вот пришел торговец, можем купить им за определенную валюту разные вещи. В принципе, очень полезно, бывает, что мы какую-то технологию не изучили, например, очень хочется какую-то там винтовку. Мы таким образом можем ее получить. Скажу честно, мне было играть в эту игру интересно еще даже, когда она вышла в альфа в доступе. То есть, она была уже сделана достаточно неплохо. Я потратил, не помню, если ошибаюсь, около 10 часов на прохождение и мне было очень интересно. И сейчас то, что тот факт, что увеличился функционал, появилась компания и все это развивается, появился русский язык, оно непременно радует. То есть, для тех, кому нравится такой жанр игры, я считаю, что очень достойный продукт, стоящий внимания. Все другие фишки, которые появились в игре или там что-то, что вы не понимаете, не знаете или вам интересно, обязательно пишите в комментарии, спрашивайте, я вам расскажу или подскажу. Плюс параллельно я буду записывать скоро видео по этой игре, так что мы еще все с вами увидим и разберем. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайк и подписываться, потому что это очень важно для канала. И жду вас на следующих видео. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok